параплан не очень позитивный ролик, друзья мы нашли параплан, который лежит на склоне горы мы уже передали координаты его сделали фотографии, привязали к местности и передали в группу парапланилистов дальше они по обстоятельствам это будут передавать либо в службу спасения, либо куда-нибудь еще гора Уль вот это вот, вы видите, парапланерный старт с него можно взлетать в принципе, под сегодняшнюю погоду, может быть, и можно было взлетать ветер 16 градусов, направление 280 метров вот 16 километров в час но ветерок, надо отдать, должен быть достаточно сильный и рваный то есть мы сейчас летали, нас тут как ту загрелку бутыляло поэтому, если пилот взлетал с этого старта видите, тут, в принципе, по деревьям сейчас хорошо видно, что ветер боковой то есть он косит, скажем так, со стороны севера колдун здесь обычно висит, его сейчас нету направление ветра, ну вот, вот такое где-то ох, и пилот, возможно, взлетел что-то пошло не так, он кинул запасной парашют а второй вариант, что это кто-то на маршруте летел и подлетел к горе, потому что гора источник энергии вы видите, мы сейчас на планере парим здесь и держимся довольно долго уже но, опять же, что-то пошло не так вот, запасной парашют есть параплан есть, но ничего не происходит мы здесь уже минут 20 ошиваемся и, как я уже сказал, вызвали помощь посредством передачи всей информации моему другу Сергею, который знаком ну, я, собственно, знаком с местными парапланилистами но, ему сейчас коммуницировать будет намного лучше как теперь сюда добраться? смотрим, что снизу вообще, никаких признаков того, что там кто-то сейчас есть возможно, пилот приземлился и зачем снимать снаряжение то есть, это достаточно сложно в таком лесу сделать определенный риск для жизни потому что можно с этого дерева упасть как-то еще чего-нибудь возможно, он решил спуститься ну, точнее, подняться наверх и потом вернуться уже с оборудованием нормальным для снимания, так сказать, парашюта ох, будем надеяться на лучшее а ролик вам, ну, исключительно для того, чтобы понимать, как в этой ситуации делать то есть, мы сейчас ничем помочь не можем кроме как, немножко над ним полетать и понаблюдать, если бы была возможность привлечь наше внимание какое-нибудь там, помогать мы бы это увидели, мы уже много раз проходили достаточно низко ну, вот сейчас я максимально низко пройду скорость не позволяет вот там проекция ничего там не происходит но то, что парашют раскрыт, если бы не было запасного парашюта все было бы намного более мрачно а так как запаска сработала и второй момент, что, скорее всего тут же еще деревья есть в таких ситуациях деревья очень сильно смягчают падение цепляется параплан за деревья и все хорошо были у меня такие случаи, были, друзья я в Болгарии, у меня расстегнулся карабин на параплане ну, так получилось, забился снегом карабин, который никогда не разнимается в принципе он забился сильно снегом и так как мы стартовали 6 или 7 раз муфта проползла вниз и карабин в итоге там провис буквально на кусочке шлейки это был тандем я летал с учеником и вот так вот у горного склона только не такого мягкого а вот, например в Болгарии там вот был такой склон жесткий достаточно настоящий скальник у меня расстегнулся карабин я повис на одном карабине было очень страшно хорошо, что в этот момент параплан смог отвернуть от склона потому что удачный карабин растягнулся дальше я передал управление ученику мы пошли снижаться и в принципе почти приземлились но ученик перепутал право-слево и затянул не тут справа управления и мы свалили наш параплан в осимметричный свой поток он был вверх штопор из которого вышли ну а вышли через вращение вообще я понял что все этой земле осталось 150 метров я кинул запасной парашют причем так со всей силы даже руку вывихнул и мы удачно между трех деревьев упали на нас упал параплан и только запаска зацепилась за дерево и я получил травму тогда не в полете не после а после когда мы отпилили сук чтобы снять уже запаску и мой так сказать ученик он говорит о чем мы как дураки пилим давай попрыгаем подергаем может оно отломается оно конечно отломалось но дало мне по башке у меня раскололся шлем благо я был в шлеме я получил сотрясение мозга и упал под эту елку полчасика потом оклемался и начали мы спускаться вниз к людям вот такая вот поучительная история так что я надеюсь что с пилотом все хорошо то есть повторю что большая вероятность что ничего плохого не произошло то есть максимум это там выпутывания так сказать из леса и ну испорченный легкий день ну и конечно опыт опыт здесь несомненно присутствует для тех кто летает на проплане я скажу одну очень важную вещь обязательно кидайте запасной парашют быстро иногда даже не думая потому что особенно после всяких курсов СИФ там вот говорят мы научим вас работать с парапланом вы сможете делать с ним чего хотите вы сможете там его то вы сможете его сё друзья в экстренной ситуации когда у вас нет большого налета ничего вы не сможете вы даже забудьте что нужно запаску кидать и вот эти все приключения типа СИВА но когда вот устойчивых навыков нет это провоцирует на то что я сам в это попадал много раз начинаешь работать думаешь что сейчас парапланчик раскроется у вас море адреналина вы понимаете что сейчас вот еще чуть-чуть и вы уже почти справились и так далее адреналин просто вырубает у вас чувство страха и вы там сражаетесь с этим парапланом и у вас большие шансы победить но если все-таки это не распутываемая ситуация то вы имеете большой шанс встретиться с землей на высокой скорости то есть пилот который сейчас приземлился на запаске там 99% что он никаких травм не получил то есть потому что деревья это вообще лучшие друзья пилотов я еще не видел ни одной травмы чтобы пилот приземлился на дерево и получил травму а вот так чтобы пилот шуршал сильно стукнулся с планетой ну вот именно не с деревьями а чем-то пожестче видел и в этом случае стукаться лучше на запасном парашюте потому что у меня было три приземления на запаске и во всех случаях никаких проблем поэтому повторю что лучше кинуть запасной парашют да придется выбираться да придется там куча всего да придется возможно там приземлять каких-нибудь нехороших условий да можно в конце концов сломать ногу но большая вероятность остаться целым ситуация допустим с моей женой здесь гора шабр вот она торчит на горизонте вот там поменялся до шабре ветер и у меня Наташу сложил очень сильно но так как она была на моем курсе СИП потом была на СИП 2 у Андрея Лепова и в принципе у нее квалификация подготовка была очень хорошая она не подумала о запаске хотя было 150 метров высоты она начала бороться с крылом и вот так она боролась боролась слава богу на канале на канале есть этот ролик я честно говоря когда увидел что было с моей женой ну можно сказать все седые волосы мне это вот от нее и ей реально просто повезло то есть она конечно сделала там все что от нее было возможным но сработало именно то что у нее не хватило квалификации был очень большой перерыв рождение Макса и так далее и вот просто не хватило немножко квалификации возможно бы она справилась и она именно умела и работала бы если бы у нее не было этой подготовки она бы тупо кинула запаску это было самое верное и простое решение вот поэтому если вы надеетесь что вам помогут ваши навыки СИВов там контраварийного вождения всего прочего это надо постоянно тренировать и быть к этому готовым но даже если вы этим займетесь первое же должны подумать сколько у меня остаток высоты перед тем как кинуть запаску вот собственно какая нибудь будет до пользы из этого ролика я про парапланы давно ничего не снимал но вот к сожалению снимаю вот в таком грустном русле сейчас пролетим еще раз посмотрим ничего ли не поменялось и наверное я буду на этом закругляться потому что может человек сидит или только злится что каким тут летают да ничего не поменялось эх да город Вейн ну привязки я все дал координаты мы скинули все что мы сделать могли мы сделали но опять же наводить суету лишнюю когда вот такая достаточно штатная ситуация запаска на параплане некоторые спрашивают параплан складывается раскладывается это вообще страшно или нет я всегда говорю что нет стоит параплан при том что он складывается это нормально защита параплана от проблемы то есть с парапланом что-то произошло то есть обтекание какое-то неправильное В этом случае параплан складывается, это нормально, поэтому он и раскладывается, и в большинстве случаев это как вот нормально, едешь, ну, сложился, ну, разложился, и такого бывает часто, и крайне редко параплан складывается так, что не раскладывается. Возможно, вот как раз в этом случае, вот сегодня такое и произошло. Пожелаем пилоту в данном случае уже удачи, чтобы он легко снял этот параплан, чтобы в конце концов все было хорошо. Летайте аккуратно, безопасно. До новых встреч, уважаемый любитель мелкофитов спорта, до более позитивных роликов. Гриша, а ты что скажешь? Ну, можно. Надеюсь, что все будет все нормально. Это точно.